Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить Resident Evil High Definition Remaster. Итак, пишущую ленту давайте мы уберем обратно в сундучок, потому что она нам не нужна. У нас есть ключ от комнаты управления. В принципе, я даже не подозреваю, где эта комната управления у нас находится. Также у нас есть красная книга, которую я тоже не знаю, куда девать. Но пускай она будет. Я думаю, мы ее куда-нибудь применим, потому что по-любому использовать придется где-то в пределах данной локации. Ну или смежный. Как-то так. И мне очень интересно, а почему ящик не возвращается? То есть всегда ящик возвращался обратно. Здрасте. Или это просто на PlayStation 1 ящик обратно респаунился, потому что сама игра не позволяла себе настолько крутые технологии на то время, чтобы ящик снова... Ну как снова? Чтобы ящик на своем месте оставался. Не знаю. Не могу точно сказать. Ну, в общем и целом, смысл понятен, да? Что теперь каждый раз мы будем получать вот этот вот совершенно дурацкий урон просто так. Это совершенно не круто. Текст. А вот эти полки, они восстанавливаются. Почему? Я не знаю. То есть какой принцип, я тоже не могу сказать, не понимаю. Но это не суть как важно. Здесь лестница. Конечно же, надо спуститься, потому что остальные двери у нас либо закрыты, либо мы просто не понимаем, что надо с ними делать. Кстати, вот мне кажется, эти разработчики добавили такой эффект небольшого тумана. По-моему, есть такое дело. Закрыто с другой стороны. Так, значит, да? Ну, вот эта загадка, на самом деле, даже не загадка, скорее просто небольшой такой пазл. Очень простой, на самом деле. Вот у нас есть вода. И сейчас нам нужно сделать так, чтобы мы могли перебраться через нее на другую сторону. Но, поскольку у нас есть скарба в определенном количестве, и его нельзя мочить, мы вынуждены вот эти вот ящики огромные двигать. То есть, джилл у нас не перепрыгнет. Слишком большая такая, на самом деле. Как обыскать. Очень много, в общем, здесь воды, которую нужно преодолеть в сухую. А для этого нам вот эти ящики и понадобятся. Мне это интересно. А что было бы, если бы этих ящиков здесь не было? И с другой стороны, почему они так идеально подходят для того, чтобы можно было их сейчас переместить? И чтобы они тютелька в тютелюку подошли? Вот не понимаю. Ну, понятное дело, что да, это игра. А, это нормально. Но, с другой стороны, блин, где логика? Но, поскольку это Resident Evil, придираться не будем. Это нормально. Какая-то трава была слишком высокая, вам так не кажется. Кстати, можно будет замешать... А, нет, по-моему, трука красная можно замешать дополнительно. Хорошо. Ой-ёй-ёй. Ребятушки, я, кажется, понял, в чём суть. Зашибись, здрасте. Здрасте. Здесь, блин, акулы. Жестокие-жестокие твари. Лучше валить от них. По возможности, с ними вообще... Ау! О, теперь надо полечиться. Зашибись просто. Особенно ты не разбегаешься тут, правильно? Так, я надеюсь, мы сюда можем попасть? Да. Конечно же, выбросить. Нафиг нам этот ключ теперь нужен. Я надеюсь, обратно нам здесь не придётся ходить. Искренне надеюсь. Тут лампа, сообщающая о состоянии тревоги. И к чему бы это всё? Можете мне сказать? Потому что я не понимаю. Ага. О! Аптечка лишней не будет. Но использовать мы её сейчас не намерено. Потому что рановато. Рановато немножечко. А, нет, стоп. Смесь двух зелёных трав. Хм. Тоже, я думаю, слишком жирно. Нам достаточно одной зелёной травы. Стоп. Что у нас здесь? Регулятор давления масла. Сейчас нет необходимости что-то с ним делать. Окей. Дверь намертво закрыта под давлением воды. Ну, понятное дело, что мы её не откроем. Куда уж там. Стоп. Какая-то там схема. Внимание! В случае падения давления масла в системе, откройте клапан номер два. Карта водяного колеса. Зачем для такой маленькой локации карта? Ну, с другой стороны, вспоминая Сталент Хилл Алл Чемилл Мод. Я рад, что здесь есть карта. Заслонка. Которая нам тоже не нужна, в принципе. На экране отображается сообщение об ошибке. Похоже, что-то пошло не так во время откачки воды. Здесь выключатель для откачки воды. Да. Зашибись вообще. Рычаг управления заслонкой давления. Но он не работает, пока активирована система защиты. И... К ударам теперь. Так, механизм заслонки был отключен. Да. Давление масла упало. Управление заслонкой отключено. Восстановите давление, затем отключите систему защиты. Вы издеваетесь, что ли, да? Ах... Блин, ну это офигеть можно вообще. Трещи давай. Стоп. Так. Прекрасно. Да. О. Отлично. Теперь. Да. Конечно же откачать воду. О, слушайте. Поскольку мы откачали воду, то значит, что все эти акулы оказались в попе. Хе-хе-хе-хе. Ну отлично. Ну замечательно. Да. Да. Здрасте, приехали. А что у нас здесь? Ой, что-то не нравится мне это место. Но мы все равно здесь походим. Вдруг что-нибудь интересное обнаружим. Патрон для Магнума, эта штука хорошая. Мощная, так сказать. Нам же сюда, правильно? Только вопрос, куда мы придем. Даже интересно стало, слушайте-ка. А-а-а, я понял, да. Чтобы вы знали, куда мы попали. Помните, у нас была дверь закрыта с другой стороны совсем недавно. Вот, пожалуйста. И теперь ящики-то все провалились. Значит, мы будем теперь через эту дверь переходить туда-сюда. Шикарно. Мы зато знаем, куда теперь ведет эта лестница. Вообще этот путь так гораздо удобнее. Но такая неприятная локация. Сырая вся, склизкая. И я даже не сомневаюсь, что вонючая. Несомненно. Знаете, тут, наверное, запах такой стоит, что ужас. Гнилью. Хотя, наверное, рановато, может быть, для гниля. Ну, ладно. Не суть, как важно. Так, запасы для гранатомета тоже возьмем. Хотя, интересно, как они тут не подтопились. Вопрос просто шикарный. Куда мы пришли вообще? Понятно. Рыбки у нас лежат, так лежат. О-о-о. Так. Система контроля воды, она обесточена. Да. Стоп. Тут еще какая-то... Ага. Система контроля воды, она обеспечена. А, бросить ее в воду просто... Ау! Понятно. Принцип понятен. Там эта акула, оказывается, еще рыпается. Давай-ка. Отлично. Генератор системы контроля расхода воды. Его замкнуло. Окей. И че это такое? Ага. Ну, нам все равно полечиться надо. Конечно же, жалко смесь трав. Ну, ладно. Ключ от сторожки. А, понял. Это у нас, скорее всего, от галереи. Да. Правда, что он здесь делает, я не могу понять. Но, не суть как важном. Окей. Тогда сейчас, получается, нам нужно... Куда вообще? Снова по лестнице подниматься, да? Ну, скорее всего. Именно так и есть. Вообще, конечно, неожиданно очень сделали вот этот вот пазл, когда нужно было гермошлюза, скорее всего, закрывать. Прикольно было достаточно. Лестница здесь. Да. Давай, Джилл. Я думаю, что здесь у нас тоже есть что-то такое интересное. Так. Дверка. Скажите, что здесь есть действительно что-нибудь важное. Понятно. Здесь есть... Я не знаю, что это. Либо это растение, либо это какой-то осьминог мутировавший. Но, в любом случае, это та самая тварь, которая нас все время цапает, когда мы перебираемся через ту локацию с ящиком, который двигали. Сто процентов, это самая тварь. И, наверное, не просто так здесь есть эта комната. Помните, мы химикаты брали? Так вот, теперь, наверное, можно отравить ее. О! Куда я пошел? Зачем я сюда пошел? Я не знаю. Ну, тут есть и минус, и плюс. Минус в том, что мы потратили определенное количество времени, да? Для того, чтобы просто-напросто... Так, что у нас там? Ничего. Чтобы просто-напросто понять, что нам не сюда. А плюс в том, что мы узнали, что есть комнатка здесь с этим монстром. Вот, да, это, наверное, самый важный плюс. Однозначно. И, главное, я забыл совсем, что раньше говорил о том пути новом, который у нас появился, когда мы дверь открыли с другой стороны. Вот нам как раз-таки туда, в эту дверку и нужно идти. Ну, а перед этим мы галерею откроем, чтобы как бы было. Так. Мы с собой много-много всего понабрали, поэтому нам лучше сейчас пойти в сейф-рум. По-любому. А то у нас столько всего. Блин. Надо быть немножечко поразгруженнее. Тут у нас весь инвентарь загружен полностью под завязку. И нам уже вещи никуда брать. Ну, с другой стороны, сейчас ключ с вами. Из расхода моментально. И все будет замечательно. Так, стоп. Что-то я заговорился. И опять не туда пошел. Что же ты будешь делать? Ну, с другой стороны, мы с вами всю локацию туда пошли. И это просто круто. Очень-очень круто. Давай, Джилл, сюда. Отлично. Музыка все-таки классная, блин. Классическая. Ну, то есть, вот, немножечко переделанная в соответствии с Resident Evil 1 оригинальным. Но все равно. Фактически чуть ли не та же самая. Конечно же, Resident Evil ремейк можно назвать одним из самых образцовых ремейков вообще. Вот именно как надо переделывать игры полностью. Вот не то, что там просто добавить поддержку широкоформатных экранов и управление с геймпада. Но еще и все переделать абсолютно, досконально. Вот это я понимаю ремейк. А то, что некоторые делают, как я только что сказал, это реально какая-то ерунда. Мотыльки, мотыльки. Конечно же, выбросить его нафиг. Нахрен он нам сдался вообще, этот ключ теперь. С другой стороны, у нас ящичек здесь совсем рядом. Да и вообще, пора бы сохраниться. Мы достаточно так пробегали, я считаю. Для того, чтобы засеивиться. Как мне эта дрянь достала? Иди нахрен. Почему Джилл не может достать кинжал, который мы взяли недавно? Или ножом? Ну, нож я в сундук вложил, ладно. Но кинжал-то почему? С какого фига? Непонятно. Так, далее сюда. Давайте-ка мы с мистеров положим, тоже дробовик, тоже уберем. Пока обойдемся без всего этого. Далее. Далее, далее, далее. Засеиваться. Нужно, кстати, у нас здоровье нормально. Все отлично. Сохраняйся, Джилл, давай. Да. Сюда. Да. Интересно, а где взять остальные фигурки? Вот эти, вот эти вот... Забыл, как они называются уже. Вот эти штуковины. Блин, ну тут серьезно. Вот эти маленькие, короче, которые нам помогут получить магнум. Потому что магнум нам реально нужен. Боссов-то надо как-то проходить, правильно? А магнум это лучшее решение для встречи с любым боссом абсолютно. Особенно в серии Resident Evil. По-любому. Ну, еще разве что базука. Но это уже отдельная тема. Ох, что-то место какое-то не очень хорошее, скажу честно. Вот да. Да. Я вам сказал, что место не хорошее. Так оно и оказалось. Запирающий дверь механизм. Понятно. Пароль мы не знаем отсюда, да? Эх! Ать! Над дверью надпись 003. Пчелу, пчелы, не надо. Он что-то держит. Да. О-хо-хо-хо-хо. Там у нас целый улей, друзья. Я предлагаю сейчас отсюда выйти. На какое-то время. Надо воспользоваться дихло... Дихлофосом. Проще говоря. Тут как-то очень сложно назвали. Я не знаю зачем, не понимаю. Там видно настолько много пчел, что уже даже доски потрескались. Отлично. Все. Заодно убрали из инвентаря эту фигню. Она нам больше не понадобится, скорее всего. Да что там, скорее всего, точно не понадобится. Коли ее уже нет в инвентаре, значит все понятно. Так я надеюсь, сейчас пчел не будет. Без них обойдется. Да. Пока что красную траву брать не будем. Ключ от старушки. Да, наверное, это ключ от одной из комнат. Пригодится. По-любому. Да? Да. Конечно же. Конечно же. Нафиг он нам нужен. Сюда можно. Заблокировано с другой стороны. Зашибись. Что я могу сказать? Сразу можно в ванны зайти. Блин, да сколько мы будем грязную воду-то спускать из всех этих ванн? Не понимаю. В ванне что-то есть. Оу. Кинжал. Прекрасно. Корни гигантского растения торчат из стены. Зашибись вообще. Уходить отсюда надо. Да побыстрее. Кстати, у меня появилась идея по поводу пароля. К тому кодовому замку. Стоп. Что это там такое было? Пишущая лента что ли? Не могу понять. Или аптечка? Пишущая лента. Ну давайте, ладно, возьмем. Так уж и быть. Стоп. Аккуратно. Гигантское растение проломило стену. Его окружает рой моли. И чего? Качественная кровать в старомодном стиле. Как она определила? Стоп. Пупка заставлена красными книгами. Между ними зажата белая книга. Да. Эксперимент в лаборатории органической химии. Сходство в клеточной характеристике быстро растущего растения. Инфицированного вирусом тирана. Был зарегистрирован в предыдущих работах. Тем не менее, во время повторных экспериментов открылись интересные факты. Мы узнали, что химическое вещество семейства UMB. UMB-20 содержит соединения, которые являются токсичными для клеток растения. Мы дали UMB-20 новое имя. V-Jolt. Если растения верны, ой, если расчеты верны, то когда V-Jolt наносится непосредственно на корень растения, оно должно погибнуть в течение 5 секунд. V-Jolt можно получить смешивая VP и химикаты в конкретных пропорциях. Однако, стоит соблюдать особую осторожность при работе с этими UMB-химикатами. При неправильном смешивании они образуют токсичный газ. Характеристики каждого химического UMB-вещества следующие. UMB-03 красный. YLF-желтый. UMB-0. Конечно, тут понятно. Значит, у нас пазл тут, да? Какой-то появится. Стоп. Красную книжку-то надо запихнуть. Переплёты книг образуют своего рода узор. Да. Вот так. Потом. Вот так. Ага. Далее. Вот так. Далее. По-моему, сюда. А-а-а. Наверное, сюда. Точно. Оу. Ну и мерзота. Слушайте. И вот что мне с этим подарочком делать? Да, блин. Ещё кислотой на сошпарили. А мы ещё даже аптечку не взяли с собой. Слушайте, во фигня-то. А-а-а. А-а-а. Вот мы куда попали. Да. Да. Такие вот дела. Давайте второму за одну траву возьмём. Пускай пригодится. Лишний точно не окажется. По-любому. По-моему, там ещё одна. Да. Ну, Джилл подбирает траву. Мы её, конечно же, замешаем. Потому что вроде зелёные травы простые у нас есть. Причём достаточное количество. И это радует. Это очень-очень радует. Так, значит. Зелёный. Красный, жёлтый. Зелёный, красный, жёлтый нам нужны. Ага. Прекрасно. Запомним. Постараемся. Правда? Правда же ведь, да? Не знаю, правда, что из этого получится. Но сейчас проверим. Или зелёный, розовый, жёлтый. Там фиг знает. Упс. Вот падла. Ты всё. Прекращай. Так. Тут у нас что? Тут у нас красный. Здесь всё-таки красный. Тут зелёный. Вот. Ай, блин, зажигалку-то мы убрали. Ай, ёлопалы. Придётся теперь идти за зажигалкой. Ну, что ж поделаешь? Что ж поделаешь? Пускай будет так. Конечно, с ящиком конкретный фейл вышел. Надо было его двигать правильнее. Ну, кто же знал, что он там останется? Я думал, мы в комнату зайдём. Он опять на исходную позицию вернётся. Казалось, что нет. Так. Всё это сюда убираем. Сохраняться мы, пожалуй, не будем. Потом, потом, далее. Мы сюда за зажигалкой пришли, да? Мы её уже брали? Или как? Точнее, где она у нас? Мы её не пропустили? Ага, вот она. Всё отлично. Конечно, можно было бы сохраниться, да? Ну, а смысл? В чём смысл здесь сохраняться? Никакого смысла нет абсолютно. Так, опять-таки, зелёный, красный, жёлтый. Помним. Ага. Странный силуэт появился в зелёном свете. А-а-а-а, вот оно что. Всё понятненько, о чём идёт речь. Тогда сейчас нам нужны бильярдные шары, конкретно. Зелёный, красный, жёлтый. Ага. Попробуем. Не знаю, правда, что получится из этого, но вдруг. Мало ли. Надо проверить. Сюда. Давай. Ай! Всё, иди ты в попу. Гадость такая. Мерзопакостная. Очень мерзопакостная гадость. Главное, пароль запомнить, блин. Это забудем, пока добежим. Это будет очень забавно и смешно. Но постараемся, чтобы такого не было. Вот, замечательно. Очень простой пазл оказался. К тому же, только подсказок для него сделали. Что ж, как уж его пропустить-то можно было, правильно? Вам нужна ёмкость для этого хрени. Так, хорошо. Ну что, сейчас будем замешивать химикат, получается, да? Так. Хорошо. Да. Что-то написано на стене. 1 плюс 3 равно 4. 4 плюс 6 равно 10. 1 плюс 6, 7. 10 плюс 7, 17. 17 плюс 3, 20. Ну, будем по инструкции действовать. Да. Угу. Отлично. Жёлтый. Нет. Да. Пожалуй, наверное, начнём с этого. Так, стоп. Подсказка у нас какая? Так получается, да? Да. Всё правильно. Тоже нужно объединить. Прекрасно. Что там дальше? 10 плюс 7. Это 1 плюс 6. Давай, набрать надо. Угу. Потом 1. Это у нас вода получается, да? Так. Попробуем. 7. 10 плюс 7. Это, по-моему, 17. Так. И 17 плюс 3, 20. Ага. Шикарно. Во. Во. Виджольт. Отлично. Все остальные бутылки можно теперь убирать. Я так понял. И заодно, коли уж тогда мы, как бы, взяли с собой этот самый виджольт, то теперь, скорее всего, есть смысл пойти и те корешки полить этим виджольтом. Я так понял, да? Или что надо сделать-то вообще? Не могу точно сказать. Но мы сейчас попробуем. Мало ли, вдруг получится. Такое же тоже не исключено. Логично. Только с другой стороны, может быть, чем-то распрыскивать нужно его? Не могу сказать точно. Надо проверить опять-таки, что там получится с этим. Но если мы с вами не сможем, как бы, просто с помощью этой банки уничтожить корни растения, или часть этого осьминога, то будем-то радумать, как по-другому можно его выкорчевать. Потому что мне уже порядком надоело все время получать урон, когда мы проходим через то место с ящиком. На самом-то деле. Вот не радует меня, что приходится так долго оббегать все. Много-много лишней мороки. Куча дверей, куча различных коридоров лишних, локаций, мест. Блин, вот-вот. Можно запутаться в этом во всем, если не запомнить нормально. Абсолютно. Это не круто. Ни разу. И самое обидное, что то место, где мы ящики двигали, пригодилось нам всего один раз. То есть много-много усилий было приложено для того, чтобы потом все это, как бы, спустилось вместе с водой. Но, как бы, свою функцию ящики эти выполнили. И это самое важное, я так думаю, да? Правильно же ведь? Там фиг его знает. Кстати, пазл вот этот вот со смешиванием химикатов при всей своей сложности достаточно простой. Главное понять его суть. Вот что я вам скажу. Так, ну что. Бутылки больше не понадобятся. Да. Конечно же, надо их убрать все. Нахрен не нужны. Похожа на системную панель водного резервуара. Но она сломана. И что дальше? Ключи у нас никаких не осталось. Все мы здесь сделали. Но у нас с другой стороны осталась еще комната непосредственно с этой гадиной. Поэтому, наверное, надо еще туда сходить. Но, как-то я не знаю. Нужно ли? Попробуем. Все-таки попробуем. Потому как... Сами понимаете, да? А вдруг это штуковина еще там в нормальном состоянии. Просто мы корни немножечко ошпарили. Не знаю, не знаю. Надо сейчас узнать это непосредственно. И решить вопрос. Потому что мы уже столько времени потратили на то, чтобы избавиться от этой хрени. И сами понимаете, чтобы от нее избавиться, нужно много... Нужно много усилий приложить. Что мы и сделали. Так. Так, так, так. Конечно же... Порядком вот это муторно все. Но, с другой стороны, очень и очень атмосферно. И это очень радует. Кстати, обратил внимание, что ботинки уже вот такие гламурные. Вот снизу ботинок на подошве. Там такие небольшие ручки красного цвета. Как в этих... В гриндерсах и в камелотах раньше были. Такие популярные достаточно ботинки. Я не знаю, почему они были популярны в свое время. Но, тем не менее, так оно и было. Очень многие любили их носить. Вот здесь та же самая подошва. Там она была красная. По-моему, даже в камелотах. Или в гриндерсах. Нет, по-моему, в камелотах все-таки. Ну что, сейчас мы попробуем зайти в ту дверь жуткую. С тем жутким монстром. И узнаем, что там будет интересного. Просто мне сам факт интересен, что там такое. Ну и все отлично. Воу, воу! Слышь! Эй! Эй! Да ты че, блин? У тебя огнемет в руках, чувак. Давай, пользуйся огнеметом. А-а-а-а! окей тут у нас какая-то штуковина в камине о ключ неужели ключ от особняка да слушайте ну-ка ага эмблема шлема как раз таки откроет двери которые не успели открыть что тут расследовать надо то отсюда валить нужно на вертолете они места чтобы болеть тут ходит тут монстров уничтожают тоже мне но с другой стороны как бы что им советовать то они сами знают что делать правильно логично же ведь еще как логично кстати если я все правильно понял бескар show so you're safe that's what i was going to say I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay. If there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. You're not going to get out of here. Okay. I understand. There are zombies would have been involved. So, I'm going to get out of here. засранец такой щупальца гребаные щупальца так что у нас принципе я думаю зажигалку можно теперь снова убирать потому что толку от нее никакого ключ мы конечно же оставим потом чтобы не забыть сразу же возьмем с собой рукоятку далее одна трава пускай у нас будет пишущую ленту возьмем и сохранимся кстати по моему пишущую ленту в одну из комнат тут не взяли но я думаю что она нам нафиг не нужно что на толку от нее на самом деле что ж друзья давайте роман этом серию завершим надеюсь она вам понравилась так же как и мне ставьте пальцы вверх добавляйте подписчики всем спасибо за внимание и пока